Добрый вечер, в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем о главных событиях округа к этому часу. Пожары, травмы и обморожения. Экстренные службы подводят итоги новогодних каникул в Югре. Любимый байк поменял на машины для СВО. Расскажем, как жители Югры добровольно помогают фронту. В Новый год с волейболом. Именитый волейболист Игорь Кобзарь провел мастер-класс для юных спортсменов. И обо всем подробнее прямо сейчас. За первые 9 дней Нового года огнеборцы Югры ликвидировали 51 пожар и спасли имущество погорельцев на сумму более 71 миллиона рублей. Погибших нет. В основном неконтролируемые возгорания вспыхивали в жилых домах, банях и хозяйственных постройках. А основные причины пожаров уже стали традиционными. Это неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация бытовых приборов. Горели не только постройки. За праздничные дни огонь уничтожил 14 единиц техники. Так в один из дней, 7 января, сразу трое югорчан лишились своих авто в Когалыме, Сургуте и Лангипасе. Причины возгорания выясняются. Нередко к ним приводят технические неисправности автомобилей, а также кустарно установленный обогрев двигателя. Падение с 14 этажа на живое ранение и ни одной травмы на горке или катке. Такой статистикой новогодних каникул поделились специалисты сургутской травматологии. За 10 дней в медучреждение обратились почти полторы тысячи человек. Около 100 из них поправляют здоровье в больнице. Большинство травм это бытовые. Падение дома или на улице. При этом не зарегистрировано ни одного несчастного случая, связанного с ледяными горками или катками. Однако было несколько тяжелых случаев. Так, сургутянка выпала с 14 этажа и сейчас находится в реанимации. А семейный скандал в одной семье закончился ножевым ранением, но, как говорят специалисты, без повреждения внутренних органов. Одно дорожно-транспортное происшествие в городе закончилось госпитализацией несовершеннолетнего. Ребенок 12 лет пострадал в ДТП, находился на заднем сиденье автомобиля и во время аварии вылетел через лобовое стекло. Травма тоже крайней степени тяжести. Ребенок находится в детской реанимации на сегодняшний день. Множественные травмы скелетные. Первично прооперирован. Все то, что необходимо было сделано сразу при поступлении. Дальше будем смотреть по состоянию и при необходимости что-то еще дополнительное делать. Десять угорчан госпитализировали в новогодние каникулы в ожоговый центр Сургутской городской клинической больницы с обморожениями. К счастью, все они получили холодные ожоги, которые не предполагают ампутации конечностей. Детей в списке пострадавших от низких температур нет. Взрослые же в большей степени попадали в ожоговый центр с обморожениями в состоянии алкогольного опьянения. По словам медиков, алкоголь с долгими зимними прогулками не совместим. Под шофе притупляются все органы чувств, в том числе и осязательные. Большая часть из пострадавших просто не смогла вовремя заметить, когда получила обморожение. Медики советуют во время прогулок всегда смотреть на руки, трогать себя за лицо, чтобы убедиться, что чувствительность есть. Побеление кожи – это первый и верный признак обморожения, с которым необходимо ехать в больницу. Растирать кожу горячей водой, тканями или тем более спиртом категорически запрещено. Медики убедительно просят угорчан быть внимательными в предстоящие морозные дни, следить за временем нахождения на улице. Длительное нахождение в сильном алкогольном опьянении, даже в слабом, то есть алкогольном опьянении в холодное время суток, лучше этого не делать. Все чувства притупляются, и поэтому можем незаметно получить сильное обморожение. Школьники Нижневартовска сегодня не пошли в школы, однако нужную порцию знаний они все-таки получили с использованием дистанционных технологий прямо из дома. На такую форму обучения все образовательные учреждения перевели по решению санитарно-эпидемиологической комиссии, а о его причинах вы знаете в следующем материале. Пустые коридоры и классы, в которых тем не менее ведутся уроки. Вот только ученики присутствуют на них виртуально, прямо из дома. Причиной перевода на дистанционный формат стало сразу несколько заболеваний, которые фиксируют в городе. В городе Нижневартовске отмечается превышение порогового уровня по острым респираторно-вирусным инфекциям и заболеваемости гриппов среди детского населения. За истекшую неделю зарегистрировано 43 случая гриппа, среди них 19 случаев детского населения. Помимо этого в городе продолжается регистрация случаев кори, как среди детского, так и среди взрослого населения. Образовательный процесс в дистанционном формате продлится до 21 января. В ближайшие две недели школьникам предстоит учиться с использованием цифровой образовательной платформы ГИС образования Югры и Сферума. Посредством электронного дневника для обучающихся будут размещаться учебные материалы, видеоуроки, презентации, домашние задания. Также для информирования будут использоваться сайты школ Мессенджер Сферум. В случае технических проблем при подключении к онлайн-урокам родителям необходимо обращаться в образовательную организацию. Инженеры учреждения помогут провести настройку домашнего оборудования в этом случае. Изменения формата обучения касаются и учреждений доп. образований. Кроме того, в городе отменены массовые культурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях. Введены меры и в поликлиниках. Нашим учреждением созданы дополнительные меры профилактики, такие как фильтры на входе в медицинское учреждение. Сняты профилактические приемы для детей до года в связи с тем, что дети не привиты от кори. Детям, которым по национальному календарю положена вакцинация, будут приглашены участковой службой. Напомним, партия вакцины «Вактиревир» для профилактики кори, краснухи и эпид-паратита пришла в Нижневартовск в конце декабря. Тогда в детскую поликлинику поступило 1200 доз. Регина Гауф, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Югорчане смогут предложить свои идеи по улучшению качества жизни в стране. Дело в том, что в Ханты-Мансийске открыли общественную приемную кандидатов президента России Владимира Путина. Здесь жители смогут задать вопрос о выборах, а также оставить свои пожелания и инициативы по благоустройству своего города, района или округа. Общественная приемная работает со вторника по субботу с 10 до 17.00 на базе регионального штаба кандидатов президенты по адресу «Энгельса-45» в Ханты-Мансийске. Обратиться с предложениями можно будет до выборов президента, которые пройдут с 15 по 17 марта. Приемная – это то место, где каждый житель автономного округа может поделиться своими идеями, предложениями, инициативами с Владимиром Путиным. Все идеи, все предложения будут учтены в предвыборной программе кандидата на должность президента Российской Федерации. Мы очень рады всем идеям от наших жителей автономного округа, потому что главный принцип команды игры – это люди, жители, наши помощники. Главное – движущая сила изменений всего нашего автономного округа. По данным на 9 января в списке возможных кандидатов в президенты России 11 человек. Центр избирком уже зарегистрировал троих из них. Это выдвиженцы от парламентских партий, которым не нужно собирать подписи в свою поддержку. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов. Остальные кандидаты приступили к сбору подписей, либо ведут подготовку. На эту процедуру по закону отведен весь январь. Центр избирком должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля. В эти особые для православных дни между Рождеством и Крещением у югорчан будет возможность прикоснуться к частице мощей святителя Николая. Сегодня ковчег с реликвией прибыл в Сургут. Он пробудет в Троицком кафедральном соборе до 11 января. Потом приложиться к мощам святого и попросить его поддержки смогут прихожане храмов в Мегионе, Нижневартовске, поселке Солнечном Сургутского района, Нефтьюганске и Ханты-Мансийске. Святителя Николая Чудотворца почитают во всем мире. Принято считать, что он покровительствует путешественникам. А прихожане, которым посчастливилось приложиться к его мощам, утверждают, что рядом с ними чувствуется особая благодать. То, что реликвия обладает особыми свойствами, подтверждает митрополит Сургутский, Ханты-Мансийский Павел. Сегодня он провел службу в Свято-Троицком кафедральном соборе и делился с прихожанами историями своего опыта. Ему довелось четыре года служить в храме в Риме рядом с гробницей святителя Николая. Мощи будут находиться в Югре до 17 января. Для меня это очень-очень важный святой. Под его мафором я служил четыре года в Святителе Николая Соборе в Сан-Франциско, четыре года в Риме. Ощущая его всегда помощь, силу. Это самый один из почитаемых моих святых. Поэтому я надеюсь, что и здесь его тоже очень любят, знают. Многие ездили в паломничество. Ну и так-то всегда в каждом доме. Спаситель Божьей Матери, святитель Николай, это, как правило, всегда в каждом доме была икона. Специальный раздел для всей семьи военнослужащих создадут на сайте Ханты-Мансийской епархии. Об этом говорили на встрече митрополита Павла с членами семьи участников специальной военной операции. Среди приглашенных были родственники погибших воинов. Во время мероприятия также обсудили такие меры поддержки уже существуют в округе для семей военнослужащих и других нуждающихся югорчан. Например, на базе церкви действует гуманитарный православный центр «Твори добро», который помогает по разным направлениям. Также туда можно обратиться для получения психологической поддержки. В первую очередь помощь получают находящиеся в зоне спецоперации, а также малоимущие люди. В ноябре церковь собрала почти 3 миллиона по Ханты-Мансийской епархии и миллион рублей по югорской. Деньги планируют направить на покупку средств воздушной разведки для батальона «Югра». Сейчас от бойцов ждут ответ, какая помощь им нужнее на данный момент. Сегодня мы проговорили о том, чтобы мы создаем такую, скажем, организацию, которая будет творить добро, помогать в нужде. Мало ли что происходить будет в этих семьях. У нас будет отдельно работать, скажем, сайт, на котором будет специальный раздел взаимосвязи со всеми, скажем, женами и потерявших своих сыновей и мужей, и те, которые сегодня защищают отечество. Их нужду разделить вместе, скажем, с обществом, со всеми жителями. В завершении встречи митрополит Павел поздравил всех с праздником Рождества Христова и вручил каждой семье по небольшой иконе, а детям сладкие подарки. Далее все участники мероприятия посетили рождественский спектакль «Однажды». Егорский байкер продал своего железного друга, чтобы купить автомобили для СВО. Военнослужащий из Нижневартовска потратил заслуженный отпуск ради помощи боевым подразделениям. И не только отпуск. Подробности в следующем материале. Японцы делали для американских полицейских данный мотоцикл. Кавасаки GTR 1000. Рядная четверка. Прокачан до 150 лошадей. Морская акустика. Хорошие динамики. Усилок на 1200. Сабвуфер. Байкер из Нижневартовска срочно услужил в воздушно-десантных войсках. Сейчас он вновь надел тельник и военную форму. Уже в качестве контрактника с позывным «Инкассатор». Приехав в отпуск, мужчина решил продать свой мотоцикл, которым очень гордился. Этот байк единственный во всей Тюменской области. По продаже его я покупил несколько машин, которые погоню в Донецк. Медикам, ну и другим подразделениям по возможности буду раздавать эти машины. Находясь здесь, он мне грел душу, что бы мне есть. Но там эти машины спасут чью-то жизнь. Даже если одно, это будет уже хорошо. К средствам, вырученным от продажи мотоцикла, «Инкассатор» добавил собственное сбережение и купил три автомобиля. Две трехдверные «Нивы» и «Жигули» четвертой модели. То, что автомобили на передовой необходимость, участники боевых действий знают не понаслышке. Это наши спасители для перевозки раненых, просто для эвакуации, для сопровождения грузов, вывоз двухсотых, трехсотых. Без машин там никак. Безвозмездно подготовить автомобили к дороге на передовую взялись сотрудники Нижневартовской станции техобслуживания. Ради этого они вышли поработать во время новогодних каникул. Никогда не против помочь своей родине, в которой, в принципе, живу. Ну, это такое сугубо личное, даже не вопрос, а отношение к тому. Сам был в армии, сам знаю, что это такое. То есть, мне все это не чуждо. И когда меня просят, тем более в таких случаях, я всегда помогу. Автомобили поедут в зону проведения специальной военной операции не пустыми. Вартовчане с Акази отправляют бойцам все самое необходимое. Очень благодарен многим людям. Это и казаки, это и морпехи, девчонки-паучки, которые сети пилили для машин. За прошедший год югорчане отправили в новые регионы более 2600 тонн гуманитарных грузов. В помощь как мирным жителям, так и военнослужащим. В новом году работа продолжается. Михаил Светышев, телерадиокомпания «Югра», Нижний Вартовск. Мы уже много рассказывали про югорчан, которые хорошо проявляют себя в зоне СВО, как бойцы. Однако немало наших земляков также зарекомендовали себя как отличные наставники, которые передают другим солдатам полученный опыт. Про одного из таких югорчан с позывным «Прометей» смотрите в нашем следующем сюжете. Учения в условиях, максимально приближенных к боевым. Такие в штурмовых частях проходят регулярно, даже во время ротации, чтобы не потерять навык. Вблизи бойцов стреляют из самого разного вида оружия, чтобы они привыкали к свисту пули. Исключение составляют гранатометы и огнеметы, которые переберегают для боя. Уж больно велика их разрушительная сила. Это ГМ-94, только с термобарическим зарядом. То есть это раньше был гранатомет, гранатами стрелял, а сейчас это огнеметы? Да, та же самая граната, то ли только заряд термобарический. Создается аэрозольное облако, которое детонирует и создает высокую температуру. Это как дробовик, да, он получается? Да, как помповое ружье. Отдача у него не сильнее, чем у обычного автомата. Прицельная дальность 300 метров. Боец с позывным «Прометей», родом из Сургута, командует огнеметным подразделением и передает свой опыт другим. Его задача в бою – огневая поддержка штурмовых групп. За больше чем год службы на СВО прошел буквально огонь и воду. За год принципиально что изменилось в войне? Ну, наверное, стали более профессиональные. Как бы, когда год назад я сюда пришел, смотрел на все большими глазами, все было дико, жутко. Ну, оно как бы дико жутко от этого не стало, то, что я здесь год нахожусь. Ну, просто к этому уже привык. И проще, проще уже, ну, опыта больше, знаешь, куда идти, где спрятаться. На фронте чувствуется поддержка не только от округа, рассказывает Сургутянин, но и от бывших коллег. Так организация, в которой он работал, по его заказу изготовила и прислала спецзащиту на танк от коммунитивных зарядов. Кстати, такой поэтический позывной «Прометей» выбрал не только по военной специальности, но и за красивой метафоры. Так он сам за собой заметил, что на войне у него обострилась тяга к прекрасному. И он чаще стал замечать красоту вокруг. Был прилет. Снаряд разорвался близко, я упал тогда. Он разорвался, а лето, трава зеленая. Ну, видимо, осколками траву покосила. И я голову поднимаю, такой, невдалеке дымок поднимается, такой запах скошенной травы. У меня так интересно такая мысль посетила. Ничего себе, смерть пахнет скошенной травой. Сам удивился, конечно, с такой мыслью уже позже, конечно. Ну, то есть, поэтизм есть, да? То есть, стихи ты начнешь писать после войны, да, видимо? Я прям мечтаю написать книгу. Только я не знаю. Ну, может быть, что и не будем загадывать. Константин Максимов, Виталий Сопрыкин при поддержке телеграм-канала «Югра-солдату». В Новый год с волейболом. В Сургуте год семьи, объявленный президентом страны, символич начался с тренировки под руководством представителя спортивной династии Игоря Кобзаря. Российский волейболист начинал карьеру в сургутском клубе «Газпром-Югра». Тренировали тогда мальчика мама и папа. Они работают тренерами. Сейчас уже именитый спортсмен провел занятия для нынешних воспитанников своих родителей. Я выполнял всевозможные такие упражнения. И вот как раз Тимас отрабатывал скиф. И не только в спортзале. С мячом в юности, признается Игорь Кобзарь, практически не расставался даже дома. Отрабатывал броски и подачи об стену, диван и мебель. Без потерь не обходилось. Разбивал хрупкие предметы. Но именно такое стремление к совершенству и принесло результаты, уверен, заслуженный мастер спорта России. Сейчас это я пожинаю плоды позитивные. Но тогда я разбивал много люстр, бас, ругался с родителями. Но, говорю, мяч не оставлял меня в покое. Поэтому я советую детям, кто хочет добиться результатов, любить и вот эти свои действия оттачивать даже дома. Связующий питерского «Зенита» участник Олимпийских игр 2016 года Игорь Кобзарь начинал свою профессиональную деятельность в команде «Газпром Югра». Он из династии волейболистов. Его родители работают тренерами в Сургуте. Именно мама стала его первым наставником. А сейчас уговорила сына провести мастер-класс для юных сургутян. Главными организаторами выступили администрация и дума города Сургута. В программе не только теоретические советы, но и полноценная тренировка. Упражнения не только для новичков, но и те, которые именитый спортсмен использует сам. Когда выходить под мяч, как правильно, в какую зону паснуть, в каком направлении? А ты узнала? Ну, я знала примерно, а сейчас еще больше узнала об этом. Некоторые упражнения я ни разу не делал. Вот особенно мне нравится это упражнение с четными и нечетными числами. Очень заставляет работать мозг. Мы никогда такого не делали. Это очень на внимательность. Поэтому много чего отличается. Также прикольные упражнения. Волейбол – один из самых востребованных видов спорта в Сургуте. Секции существуют практически в каждой школе. Кроме того, в городе множество спортивных учреждений, где занимаются как дети, так и взрослые. А еще наш регион прославил клуб «Газпром Югра». Участник высшей лиги. Не останавливают спортсменов и санкции. С прошлого года производители других стран запретили пользоваться своим инвентарем, в том числе мячами. Сейчас сургутяне играют мячами российского производства. Мы самодостаточные абсолютно. У нас теперь выпускаются собственные мячи. Причем это высокотехнологичное производство достаточно. И мы теперь независимы ни от кого. И можем дальше развивать данный вид спорта, спокойно, не глядя ни на кого и не оглядываясь по сторонам. Мастер-класс с Игорем Кубзарем посетили около 30 юных спортсменов. После тренировки волейболист ответил на вопросы зрителей и провел автограф-сессию. Леана Кемва и Игорь Батищев, телекомпания «Югра», Сургут. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. Далее прогноз погоды и коммерческая информация. Позади 90 регионов России. От Чукотки до Калининграда. И от Крыма до Дальнего Востока. Ковчегу с мощами великомученика Георгия Победоносца успели поклониться более 800 тысяч человек. Святыня объехала страну в рамках Всероссийской программы посещения городов. Необходимая духовная поддержка в трудные исторические моменты всегда сопровождала нашу страну. Народ духовно пробудился, народ пошел в храмы, народ начал призывать в молитвах посредством великомученика Георгия и Божью помощь в свою жизнь. В подмосковном Солнечногорске заключительная точка. Здесь 30 декабря в храме Георгия Победоносца совершили литургию завершающую крестный ход святыни. Среди присутствующих – соучредители группы компаний СИП «Промстрой». Они являются благотворителями и выделили личные средства на строительство этого и другого храма, который они строят во благо и за собственные средства, внося тем самым свой вклад в духовное развитие нашей страны и нашего народа. Храм построили духовно возрождаться, поминать своих родных и близких, которые отошли в мир иной. Конечно, надо вести образ жизни по заповеди Божьим. Двери всегда открытые. Люди со счастьем, с горем приходят сюда. Уходят, я надеюсь, удовлетворенные или с надеждой. Это стоит чего-то. Отметим, что в рамках программы ранее мощи святого побывали и в Сургуте, в храме, который был построен в честь Георгия Победоносца. Этот храм также был возведен на личные средства Николая Калинниковича Старожук и Владимира Анатольевича Кожаева соучредителями группы компании СИП «Промстрой», на счету которых уже более 20 построенных храмов в России.